19 сентября в Тбилиси продолжились акции протестов, связанные со скандальными видеоматериалами, которые были частично показаны накануне в вечернем эфире оппозиционными телекомпаниями «Маэстро» и «Девятый канал». Кадры пыток и насилия сотрудников тюрем над заключенными вызвали протесты возмущений не только в рядах оппозиции, но и среди граждан, далеких от политики. Первая акция прошла у государственной филармонии. «Я требую, чтобы этот режим прекратил свое существование. Должна смениться власть, должны быть защищены права людей, честь и достоинство. Я не смирюсь с тем, что происходит сегодня. Я буду бороться, пока живу». Несмотря на утреннюю отставку министра Грузии по исполнению наказаний Хатун и Калмахилидзе, митингующие требовали более жестоких мер. В первую очередь отставки министра внутренних дел Бачо Ахалая. «Должен встать вопрос об отставке высоких чинов нынешней власти, в частности министра юстиции, министра внутренних дел, главного прокурора, всех виновных». Другая акция, еще более многочисленная, студенческая, прошла у первого корпуса государственного университета. Главное требование – грузинские центральные СМИ, в первую очередь общественные телевидения, обязаны должным образом осветить факты пыток заключенных в тюрьмах. «Я учусь на факультете журналистики и требую, чтобы общественное телевидение объективно осветило факты насилия в грузинских тюрьмах. Общественное телевидение сегодня должно оправдать свое название. Оно должно работать для общества, а не обслуживать власть». Участники акции направились к зданию общественного вещателя Грузии, перекрыв проспект Кастава. К протестующим присоединилась популярная ведущая общественного телевидения Эка Квеситадзе. Она поддержала митингующих и потребовала прямой трансляции акции в эфире общественного телевидения, а также отставки главы информационной службы. После пикета у общественного телевидения участники акции прошли по проспекту Пекина. «Мы требуем положить конец беспределу в грузинских тюрьмах, в частности, в гулданской тюрьме номер два. По вчерашнему видео все поняли, что этот кошмар продолжается уже длительное время. Заказчики и исполнители должны быть сняты с должностей и строго наказаны». Общее число участников протеста 19 сентября превысило 2000 человек.